Хотел бы вас спросить о накале страстей между Китаем и Соединенными Штатами Америки сейчас. Насколько это серьезно? Потому что есть заявления и со стороны Блинкина, и со стороны Пекина. И вот что говорит Лос-Реджернл, что якобы Китай сейчас откровенно уже есть страна номер один, которая продает все необходимое России для войны. Это совершенно не так. Это категорически не так. Как это все выдавать желаемое действительно? Уолл-стреджернл, газета Республиканской партии. Политика Республиканской партии в отношении Китая резко негативная, более жесткая, более радикальная. Не такая, как у администрации Байдена. Байден с Цзиньпинем договорился, чтобы не эскалировать ситуацию на Ближнем Востоке. И вы это видите, и не эскалировать ситуацию на Российско-Украинском фронте в том числе. Тема Тайваня вообще забросили куда-то далеко, и они вообще не слышны на таком солидном уровне. То есть она не такая спекулятивная, как тема Украины и тема Израиля. Поэтому газета специально вбрасывает такой нарратив для того, чтобы создать видимость напряжения. Никакого напряжения между Соединенными Штатами Америки и Китаем не существует, я имею в виду между этими двумя администрациями. Точно так же, как нет никакого напряжения между Евросоюзом и Китаем. И мы видим динамику отношений США и Китая, визиты высокопоставленных чиновников китайских суда Соединенных Штатов Америки, американских Соединенных Штатов в Китае, и тот же Блинкин, который буквально на днях был в Китае и был принят на самом высоком уровне. Когда принимают госсекретаря на таком высоком уровне, это не говорит о том, что у них есть какие-то проблемы, которые они не хотели бы решать. Раз его принимают, это дань уважения, которую Китай показывает государственному секретарю, потому что Си Цзиньпинь не обязан его принимать по протоколу. Поэтому мы должны понимать, что на самом деле происходит. А на самом деле никаких таких вещей не происходит. Это просто газетные утки, и газета выдает. А что касается определенных обязательных программ, которые существуют в Китае и американских отношениях, ну, недовольство, так сказать, которое они регулярно говорят. Это просто обязательная программа, связанная с Тайванием. Вот Конгресс выделил 8 миллиардов, и с другой стороны Конгресс говорит, что Тайвань – это территория Китая. Естественно, Китай будет выражать свое недовольство. Но в предметной плоскости до конца президентской кампании эскалации во взаимоотношениях Соединенных Штатов Америки и Китая, эскалации во взаимоотношениях Евросоюза и Китая не стоит ожидать. Тем более, Си Цзиньпинь собрался с визитом в Европу и будет проводить там в течение пяти дней довольно солидные встречи на очень высоком уровне. Господин Минус, и вот о чем я начал наш разговор, что США объявили масштабные санкции против России и стран, помогающих ей производить оружие. Насколько это серьезно? Насколько эти санкции будут действовать? И почему только сейчас? Или я так понимаю, что отдельные есть какие-то структуры, которые постоянно выслеживают, да, кто с физических или юридических структур помогают России? Нет, это помимо выслеживания нет. Это, как вам сказать, уран Америка покупает у России. Здесь выслеживать не надо. В год на миллиард долларов. И вот только сейчас Конгресс принял решение. Простой вопрос. Почему сейчас? Почему до этого не сделали? Это к выслеживанию не имеет никакого отношения. Евросанкции. 14-й пакет. И уран точно так же по сегодняшний день еще не приняли. А много чего другого также не приняли. И эти деньги тикают тоже в России. Почему не приняли? Нет политической воли. Нет политического решения. Ни здесь в Соединенных Штатах Америки, ни в Европе. Поэтому то, что вы слышите в области санкций, каждый раз вот так, так, так. А почему сразу не принимаете? Почему не объявляете Россию государством спонсором терроризма? И так далее, там подобное. Вопросов очень много. Поэтому это, опять же, очередной информационный вброс. Более того, когда говорят в отношении стран, которые поддерживают ту же Россию. Китай с Россией торгует. Индия с Россией торгует. Весь мир с Россией торгует. И Европа торгует с Россией. И Соединенные Штаты Америки, в том числе, может быть, не на ту сумму, но тоже торгуют. Тот же Уран вот только сейчас. Поэтому это, опять же, чисто информационные сообщения в предметной плоскости. Это, я так думаю, для внутренней политики и для того, чтобы здесь это использовать и в предвыборной кампании точно так же. Якобы мы вот такие агрессивные, как по отношению к Китаю, так и по отношению к той же России. А это категорически далеко не так. Я не думаю, что нынешняя администрация будет стремиться эскалировать какие-то вообще внешнеполитические проблемы, связанные с Россией, связанные с Китаем, связанные с Ближним Востоком или где-нибудь еще до конца этой президентской кампании. Более того, они даже не будут эскалировать что-то такое на внутренний. Заметьте, вот то, что сегодня в Америке идут эти митинги по всему кампусу, по всей Америке. Они даже здесь стараются это не эскалировать, потому что республиканская партия сделала однозначно ставку на Израиль. Трамп однозначно поддерживает Израиль и его администрация в том числе. А демократы, Байден, они хотят усидеть на двух стульях. И на израильской тематике, и на палестинской тематике. Но в нынешней ситуации это не удастся. И поэтому вот эта эскалация, которая сегодня идет, я так думаю, эта эскалация будет продолжаться. Поэтому все то, что вы сегодня будете слышать в информационном поле, как касательно внешней политики, так и касательно внутренних здесь разборок в Америке, рассматривайте через призму президентской кампании. И это никак в предметной плоскости не отразится как поставки оружия вам и на войну, которую вы сегодня ведете. Потому что это находится в другой плоскости. Вот, кстати, о том, что об оружии, что может происходить на фронте. Господин Инус, вот глава разведки Соединенных Штатов Америки прогнозирует, имея данные, конечно, агрессивную тактику России в Украине в ближайшее время. Как это можно объяснить, господин Инус? Это куда-то Путин спешит, это он хочет к саммиту мира в Швейцарии что-то показать. Вот почему именно сейчас такая спешка и с чем она связана, как вы считаете? Не саммит мира, не 9 мая, это оставьте, так сказать, опять для журналистов. Эта война, тот же глава разведки сказал, что эта война еще не скоро кончится. Я вам говорю пока за этот год, я точно говорю, что до конца президентской кампании эта война не закончится. А как она будет развиваться на следующий год, это будет зависеть во многом от результатов президентской кампании здесь в США. Поэтому никто вам ничего говорить не может быть. Просто когда говорят, что она еще не скоро закончится, и глава разведки говорит, они имеют в виду, что точно она не закончится в этом году. Поэтому если кто-то будет говорить, что она закончится или кто-то может закончить ее войну, это неправда. Ее ни республиканцы, ни демократы ее технически завершить в этом году не смогут. Все будут ждать до конца этой войны, до конца президентских выборов. А коль это еще достаточное количество времени, именно поэтому и Россия, и Украина будут стремиться для того, чтобы прийти к этому моменту именно с довольно хороших позиций. Потому что если остается нынешняя администрация, это одна ситуация. Если приходит Дональд Трамп, это совершенно другая ситуация. Потому что его заявление о том, что он заморозит конфликт и будет пытаться решить за 24 часа, это говорит о том, что он, естественно, будет это делать за счет Украины, а не за счет России. Потому что территория Украины оккупирована, российская территория не оккупирована. Значит, на компромисс он будет давить именно на вас. Поэтому мы должны это понимать, и Россия стремится именно по максимуму сегодня до конца года что-то получить. Ну и плюс Россия понимает, что в ближайшее время ИС-16 появится в небе. И АТКОМСы начнут грамотно работать, я уже не говорю, все остальное, которые вот сегодня усиленными темпами подходят к вам. Так что я думаю, весеннее, летняя кампания будет довольно жаркая, не только в политическом плане, но и в первую очередь на поле боя. И, естественно, от этого будет очень много зависеть. И плюс результаты президентской кампании. И вот только тогда мы сможем говорить о перспективах этой войны. Я думаю, руководитель американской разведки, это в открытой части она это озвучила, а что в закрытой части озвучивается. Я так думаю, она достаточно хорошо владеет темой для того, чтобы ввести конгрессменов в суть проблемы. Ну, во всяком случае, то, что касательно вас тема до конца года закрыта, я имею в виду с финансированием. Можете быть спокойны, то есть спекуляция на тему Украины, она сошла. Сегодня спекуляции на первый план выходят спекуляции на тему Ближнего Востока и Израиля в первую очередь. Потому что, как вы видите, Украина и лично президент Зеленский не вовлекся во внутриполитические разборки здесь США между Байденом и Трампом. И поэтому, таким образом, это удалось. Хоть и полгода вам ждать пришлось, но за полгода вы сумели добиться результата. К сожалению, на Ближнем Востоке этого нету. И Натаньяху вовлекся во внутриполитические разборки. Он делает ставку на Дональда Трампа. И поэтому идет такое противостояние между правительством Натаньяху и правительством Джо Байдена. Далеко не случайно вчера и позавчера там был Энтони Блинкин, который старался его убедить не делать эту военную операцию в Рафахе. На что Натаньяху вроде бы ответил отказом. Поэтому эскалация на Ближнем Востоке еще будет продолжаться. И еще неизвестно, удастся ли нынешней администрации удержать эту ситуацию в рамках той тактики, которую избрал официальный Вашингтон. Поэтому все то, что вы будете сегодня слышать на все эти темы, опять же, извиняюсь, но я вынужден повторить, рассматривайте через призму президентской ЗС-компании. Вот, кстати, о президентской компании не могу не спросить, господин Юнус, потому что вы говорите, что если будет администрация Трампа, они готовы быстро пытаться заключить войну за счет Украины, за счет территории Украины. Можно ли сейчас, вы прекрасно знаете, что происходит в США, сейчас говорить, у кого есть преимущества, кто фаворит или еще рано о чем-то вообще в этих выборах, которые пройдут осенью этого года, говорить? Очень рано еще на эту тему говорить, потому что все разговоры о том, что у кого-то шансы на 2-3% выше, на 5% выше или ниже, это все спекуляции. Потому что нет достоверных опросов общественного мнения, они все ангажированы, то про демократическую партию, то про республиканскую партию, независимых нет, за последний президент, несколько президентских выборов. Все службы, которые проводили те или иные опросы, они, так сказать, опозорились, и те, которые, например, прогнозировали победу Хиллари Клинтон, оказалось, что победил тот же Дональд Трамп и так далее, и тому подобное. Поэтому это касалось и Байдена, и Трампа в том числе. Так что сегодня все будет зависеть от результатов июля-августа. В июле должен пройти съезд республиканской партии, на котором должна быть определена не только утверждена Дональд Трампа кандидатура, но и та кандидатура вице-президента, которую он выберет. Заметьте, по сегодняшний день он не назвал кандидатуру вице-президента, потому что идут судебные процессы, и неизвестно решение, которое примет этот суд касательно полноактрисы, который происходит сегодня в Нью-Йорке, и где он вынужден сидеть каждый божий день. И если он определится с кандидатурой вице-президента, если это будет кандидатурой Ники Хейли, что очень много республиканцев желают, то это усилит шансы Дональда Трампа. Если вместо Ники Хейли он выберет, например, того же Ромасвами, который не имеет никакой популярности в Америке вообще, то это, конечно, еще более ослабит позиции Дональда Трампа. Я так думаю, демократы именно этого хотели бы. Демократы с ужасом думают, что он сумеет договориться с Ники Хейли, потому что Ники Хейли так же не переваривает, и она ему в рот смотреть не будет, как тот же Ромасвами. Но Ники Хейли намного популярнее по всей Америке, я имею в виду не в республиканской партии, а по всей Америке намного популярнее, чем Джо Байден и Дональд Трамп. Поэтому она может принести реальные шансы на победу того же Дональда Трампа. Ну, пойдет он на это, не пойдет, это мы будем видеть в июле. И в зависимости от этого в августе уже назначен суд съезд демократической партии. И демократы, в зависимости от того, какие решения примут республиканцы, так и будут действовать. Потому что если останется там Дональд Трамп, тогда, скорее всего, демократы могут и оставлять того же Джо Байдена. Потому что они играют только на... В принципе, из двух зол надо выбирать меньшее. В их понимании меньшее зло – это Джо Байден. Но это в их понимании. Так ли это с точки зрения мнения независимых американцев, сегодня, опять же, никто вам на эту тему четкого ответа не даст. Поэтому все будет зависеть от того, кто будет вице-президентом у Трампа. И какое решение примут в августе уже сами демократы. Потому что они могут вполне и поменять, если там будет вдруг Ники Хейли и Дональд Трамп, демократы могут и не выдвигать Джо Байдена. Они могут выдвинуть какого-то другого кандидата для того, чтобы нейтрализовать акции той же Ники Хейли в этой паре. Потому что если там останется Ники Хейли, Байден с Кямал Харрис им однозначно проиграет. Поэтому сегодня рано говорить о числа шансов. Надо дождаться двух съездов этих двух партий. Продолжение следует...